так продолжаем покраску сбилось нет перекрасим во второй цвет цвет у нас будет желтый такой благодаря такому переходу будет у нас покраска так называемый градиент опять настраиваем наш краскопульт смотрим много нам материалов дает краскопульт аэрограф или нет и регулируем факел то есть вот этим винтом регулируется факел больше уже то есть шире уже устраиваем факел нам надо рисовать тонкие места убираем материал и начинаем с тех мест где более такого большого пространства мы будем заливать сейчас покажу то есть со спины начинаем вот то есть сначала нарисовали контур а потом заливаем все это дело уже в золотой так теперь переходим на мордочку и уши так а а а а а Так. Наша задача была оставить центра более серенькими такими, не заливать их желтым. Ну, с этой задачей здесь мы справились. Здесь маленько все-таки залезли. Закрасить макушку у него в желтый. Там мы тоже с этим справились. Вот. Оставить нос светло-серым. И... И, наверное, и все. Вот такая у нас была задача. Я думаю, видно, да, что уже более-менее какие-то очертания и контуры начинает приобретать наш пес. Но это будет не финальный цвет. Сейчас добавим третий цвет сюда, в его окраску. И вы посмотрите, как краска темно-коричневая ляжет и даст интересный цвет. Интересный будет градиент, такой переходик. Очень красивый. По крайней мере, мне очень понравился. Значит, еще какой нюанс при такой покраске. Не пытайтесь халтурить. То есть, вот здесь уже два цвета. Один лег на второй. Причем здесь вот планный переход между лапами. А здесь я прям заливал. Ну, то есть, конечно, немного. А не так, чтобы сразу там было много материалов, много краски. Я постепенно, то есть, нанес, развернул, с этой стороны нанес, подождал, когда здесь высохло и второй раз прошелся. Только вот таким образом. Сразу большим объемом материал не наносим краску. Появятся подтеки, появится не очень интересный эффект. Так что краску наносим постепенно, небольшими слоями. Небольшими порциями. Как хотите, называйте. Дальше. Что еще в следующем? Не пытайтесь халтурить. То есть, раз, мы здесь прокрасили. И потом думаем, да ладно, мы еще здесь же сверху третий слой будем наносить. Или четвертый. Я здесь не буду заливать этим цветом. Нет. Тогда эффекта того вы не получите. Не будет того перехода. Поскольку текстурная поверхность у нас, у собаки, у этой, она имеет такой эффект, что когда вы берете краску определенного оттенка и красите ровную поверхность, то тогда она будет точно такая же, как на банке. Если вы берете и красите текстурную поверхность, то оттенок меняется из-за того, что свет падает, преломляется, и то есть играет. И там, получается, оттенок не всегда тот, который вы ожидали получить. Так что это стоит учитывать. И поэтому красим так, как есть. Один, поверх другого, и следующий. В общем, да, заболтал. Следующим этапом, значит, меняю опять краску в краскопульте, в аэрографе, и наношу следующий слой. Как поменяю, включу.